МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Молкова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Мелкий, но перспективный. Как луксивок стал стратегическим сырьем и зачем крошечным луковичкам поддержка на уровне главы региона? Всего один звонок. Обещанного ждали 6 лет, а дождались после жалобы главе республики. Почему проблему на земле смогли решить только на самом верху? Снаружи завод, внутри театр. Сколько может быть центров у одного города и как придать магнетизма зданиям, которые отталкивают? В Чебоксарах на улице Чернышевского произошло ЧП. Во время строительных работ экскаватор повредил газопровод. Началось возгорание и прогремел взрыв. Вот что сообщили республики следственному управлению регионального следственного комитета. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа следственного комитета по Чувашии. В настоящее время проводится его тщательный осмотр. Опрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся иные необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае установления в ходе проверки причинения крупного ущерба, которое согласно норме статьи Уголовного кодекса составляет более 500 тысяч рублей. Следователям будет решаться вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела. Подробности произошедшего уже в следующих выпусках программы «Республика» и сейчас к другим темам. Экспортный продукт. Лук-сивок из Чувашии пользуется спросом за рубежом. За ним приезжают из Белоруссии, Казахстана и других сопредельных государств. Сейчас в Батревском районе началась уборка лука-сивка. Как выращивают эту стратегическую культуру и какими темпами идет уборочная? Дождливая погода – не повод сидеть по домам. Поля раскисшие от воды, работа кипит в ангаре. Лук-сивок надо просушить и отсертировать. Сивок нормальный, такой же, наверное, как в прошлом году. Симой провеем через аппарат и сетки затариваем, на продажу приготовляем. Чтобы урожай был хороший, после посева его поливают и пропалывают. Придерчиво осматривают каждую грядку. В руках побывает буквально каждая луковичка. Отсюда и урожай хороший, и спрос не падает. Выращиваем сивок на площади 25 гектаров. В этом году она созрела раньше, чем в прошлом году. Погодные условия, хотя сеяли чуть позже. Но все культуры, это особый год, все культуры поспели в этом году раньше. В этом году на уборку урожая, от пшеницы до лука, сивка и горчицы, вышли на неделю раньше. 7 июля в Чувашии скошено более 95 тысяч гектаров. Это треть от посевов. Вся посевная площадь под урожай 2021 года составит 550 тысяч гектаров. Сельхвостовропроизводителям в республике предстоит убрать 303,5 тысяч гектаров зерновых и зерно-бобовых культур, 5 тысяч гектаров картофеля, 850 гектаров овощей открытого грунта. Лидеры пожатвия – Канажский и Яльчихский районы. Здесь и урожайность традиционно высокая. Однако анализировать ситуацию будут уже поздней осенью, когда техника встанет в зимние ангары, а хозяйства отчитаются об успехах и о реализации федеральных и региональных программах поддержки отрасли. Если погода позволит, то уборочную планируют завершить в ближайшие три недели. Лариса Васильева, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика. Планы развития сразу двух районов – Яльчикского и Батревского – обсуждали на Высшем экономическом совете Республики под председательством главы региона Олега Николаева. Так в Батревском делают ставку на аграрно-промышленный комплекс. Там готовятся к запуску промышленного парка и двух площадок для новых кооперативов. Может быть, даже межмуниципальный будет правильно звучать центры, которые будут как раз концентрировано продвигать те возможности этих муниципальных образований. С другой стороны, как раз обеспечивать людей той деятельностью, которая будет востребована, которая будет позволять повышать поступательные качества жизни на этих территориях. Ну и, очевидно, создавать соответствующие настроения и ожидания. А вот эти последние настроения и ожидания являются зачастую более главными. После обращения на горячую линию главы региона решение о газификации домов, которые строили многодетные семьи в городе Шумерля, принято. Голубое топливо подведут не в следующем году, как сообщалось ранее, а уже к концу этого. Напомню, к Олегу Николаеву обратился Сергей Касаткин. Отец ребенка инвалиды пожаловался, что уже шесть лет добивается подключения к газу. Однако местные чиновники каждый раз, что называется, кормят его обещаниями. И дело с мертвой точки не двигается. После вмешательства в ситуацию главы Чуваши заявка на подключение принята. При этом оставшиеся домовладения будут газифицированы после оформления права собственности в установленном законном порядке. В рамках реализации программы до газификации главой республики принято решение о создании штаба. Сейчас, в эту неделю, будут сформированы списки. Часть будет газифицирована, где есть возможности, газифицированы уже в этом году. Как раз жители города Шумерле по данным улицам попадают в первый период до газификации. Там, где это сделать более проблематично, вопрос будет закрыт до конца следующего года. Собрать за один день шесть трансформаторных подстанций такой вызов бросили организаторы конкурса профессионального мастерства электромонтажникам Чебоксарского электромеханического завода. За дело взялись две бригады по 12 человек в каждой. Вместе со специалистами разобраться в схемах и проводах попыталась и моя коллега Татьяна Трофимова. Сейчас мы подключаем амперметр, вольтметр. Вот у нас подстанция, с другой стороны трансформаторный отсек, там высокая сторона, здесь стороны рун, низкая сторона. Как бы все, надо работать. Процесс обработки шинь, по ним будет электричество бегать. Работа кипит с самого утра, максимум внимания и сосредоточенности. У каждого своя зона ответственности. У каждого провода есть свой адрес. И по адресу надо правильно подключать. Надо быть очень внимательным, потому что если неправильно подключишь, то может прибор сгореть, то ли подстанция. Если что-то пойдет не так, придется все разобрать и начать сначала. А это время, поэтому все стараются не подвести команду. Работа ювелирная, результат один на всех. Готовое изделие, которое идет на рынок. Основным направлением нашей деятельности является производство электротехнического и энергетического оборудования. Основными нашими заказчиками являются такие огромные, именитые предприятия, которые занимаются газо-нефтедобычей. Также поставляются на металлургические отрасли и машиностроительные. И в то же время мы обеспечиваем надежные, надлежащие работы отрасли ЖКХ. Чебоксарскому электромеханическому заводу 20 лет. Со дня создания предприятия здесь делали ставки на молодых и перспективных. После техникума, вуза брали и берут без опыта и даже приглашают на работу сразу после практики. Карьерный рост – обязательное условие не претендента на должность, а работодателя. Игорь Яранцев пять лет назад, сразу после университета, пришел на завод технологом. Сегодня уже знает все о сборе трансформаторных подстанций. Именно подстанциями занимаются от слесарей, сварщиков, маляры, также задействованы по покраске, электромонтажники, электротехническая лаборатория, испытатели оборудования, упаковщики, отгрузка, контроль из продукции осуществляет технологический отдел. И совсем не важно, какая бригада победила в конкурсе профессионального мастерства. Главное, подстанции собраны и отправятся на службу на север страны. Татьяна Трофимова, Сергей Емельянов, Республика. Впервые в Чебоксарах программа «Городские практики» в столичном театре оперы и балета собрались архитекторы из разных регионов страны на двухдневный воркшоп. Как превратить серую городскую застройку в центры притяжения и можно ли из театра сделать космодром? Наталья Мальчикова сегодня познакомилась с проектами будущего. В течение двух дней архитекторы активно генерировали идеи вокруг вот этого здания. Бетон, даже без стекла. Что-то среднее между элеватором и аэропортом. Памятник модернизма, театр оперы и балета. Выдохнуть серый монолит новую жизнь, не вмешиваясь в привычный ход премьер и репетиции. Задача для тех, кто мыслит глобально, свежо и дерзко. Мы хотим эту башню превратить в такое современное молодежное место встреч, движений, новых интересных проектов. Кафе под открытым небом или экосад на крыше. Вертикальные световые инсталляции, как точка протяжения для любителей селфи. Десятки идей от лучших градостроителей. Вызывающие и успокаивающие проекты. Театр по-прежнему с вешалки, идеи с мозгового штурма. 35 человек на 4 команды. Одна цель на всех. Я не знал, что есть такое количество неравнодушных людей в Чувашии, так или иначе связанных с архитектурой, с урбанистикой, чьими силами мы можем выработать такие концепции. Концепции были разные. Но самое важное, что эти люди давали многие такие провокационные идеи, которые заставили даже нас, другое поколение людей, немного пересмотреть свой ассоциативный ряд по отношению к этому театру. Закрытый и холодный, таким он видится сегодня некоторым архитектором. Александра Малина со своими коллегами два дня ломала голову над тем, как сделать театр центром протяжения не только для тех, кто живет партитурами и клавирами. Нотными партиями и по ТД отличает от фуэте. Мы хотели немножко пофантазировать о будущем театра, о том, какую он роль может играть для города, открыть его для горожан. Такой взрывной какой-то марафон. Нужно было придумывать самое что-то невероятное. Мы смотрели, чего не хватает городу, республике, что мы можем применить в проекте нового. И мы старались посмотреть, конечно же, очень широко, то есть не зацикливать себя на каких-то одних и тех же повторяющихся функциях. Но условно есть театр, к нему можно сделать кафе или каворкинг. Такие какие-то базовые понятные вещи. Результатом масштабной работы организатор отмечает, что образовательная площадка стала не просто местом для обмена опытом. Молодые архитекторы смогли наладить контакты для разработки уже совместных проектов. И это позволит по-новому взглянуть на планы развития городов. Чебоксаров в их списке. Наталья Мальчикова, Павел Рохитин. Республика. На ликвидацию последствий прорыва канализации на улице Шевченко в центре республиканской столицы уйдет как минимум три дня, сообщили сегодня в городском водоканале, специалисты которого ведут восстановительные работы. Напомню, прорыв произошел вчера в 10 утра. Вода стекла вниз по президентскому бульвару, повредила асфальт и затопила кольцо рядом с крупным торговым центром. Обеспокоенные жители города написали обращение в Центр управления регионом. Наша съемочная группа выехала на место и выяснила обстоятельства произошедшего. На протяжении часа по центру гордо стекали зловенные истоки. Магистральная канализация дала течь внезапно. С Центра управления регионами поступило более 30 обращений едва ли одновременно. Жители также отметили, что при прохождении данного участка Впоследствии они заезжали на автомойку, дабы избавиться от зловоного запаха. Сообщение обрабатывается в течение одного часа. По данному инциденту были назначены исполнителем администрации города Чебоксара. В течение часа на место происшествия прибыли аварийные службы. Больше часа потребовалось, чтобы перекрыть трубу. Только после этого так называемый напорный коллектор начал латать. Протяженность от этого напорной нитки полтора километра. То есть, представляете, тысячи миллиметров в диаметре опорожнить такой поток. Из-за этого время ушло на слив и опорожнение этой нитки более двух с половиной часов. В час ночи все работы завершили. Сегодня работы мы поставили эту напорную линию под напор. Проверяем сейчас ее герметичность. Запускать будем, как она заполнится. Будем запускать. И по обоим ниткам работать. И приступили к восстановлению благоустройства. Там тротуар поврежден. Ну и газонная часть. В течение трех дней все полностью будет восстановлено. Сейчас мы находимся на месте аварии. И видим, что на данный момент проведены необходимые работы. Устранен неприятный запах, который беспокоил жителей. Огорожена яма, откуда текла вода. Однако этот участок тротуара приносит неудобств пешеходам. По стечению обстоятельств или злому умыслу выяснили специалисты. В то же время канализационные воды потекли по Новоюжному району и тоже возле торгового центра. Вчера ближе к восьми часам вечера я возвращалась с Мадагаскара. На машине едем. И вдруг я вижу, что вода на асфальте. Я сначала подумала, что был дождик. Но вдруг прям в нос ударил резкий неприятный запах. И я сразу поняла, что это канализация. Пришлось проехать прямо над люком, из которого сочилась вода. И вся машина пропахла отходами. Это было жутко неприятно. Из-за этого даже пришлось поехать в автомойку, помыть машину. Причинно-следственную связь между происшествиями установят позже. Сейчас есть сила на восстановление дороги тротуаров. Система канализации к этому часу работает в штатном режиме. Наталья Гордеева, Игорь Зверев. 172 миллиона рублей за полгода перевели жители Чуваши интернет-мошенникам. Такие цифры озвучили в интервью программе «Республика» в региональном управлении уголовного розыска. Как говорят полицейские, таких случаев становится не просто больше. Схемы становятся все изощреннее и даже изящнее. Люди снова и снова теряют сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Злоумышленники, наоборот, становятся богаче, но становятся ли счастливее? Репортеры программы проследили судьбы обманщиков и обманутых. Сколько всего перевели денег? Много. Около двух миллионов получается. Мне позвонили, молодой человек, мол, вот давайте вложимся, будем получать. Я сначала отказывалась, он названивал, потом как-то согласилась, перевела одну сумму, потом вторую сумму. Мало, надо другую. Инвестиции, огромные проценты при любом раскладе – выигрыш. Такие обещания услышала пенсионерка по телефону от злоумышленников. Зарабатывать на вложениях стало очень популярно, поэтому женщина решила, что у нее тоже получится. Желание разбогатеть, ничего не делая, похоже, затмило разум пенсионерки. Ставки росли, доходы падали. Я поставила неправильно, они меня штрафовали. Давай еще одну сумму, опять кредит, опять взяла. А потом, говорит, надо вывезти, а чтобы вывезти, надо страховку какую-то, опять надо деньги. Опять залезла в кредиты. Сейчас возбуждено уголовное дело. По уголовной практике вернуть вложенное неизвестно куда удается единицам. Раскрываемость таких преступлений – одна из самых низких. А виртуальные мошенники продолжают обирать реальных граждан. Представляются кем угодно – сотрудниками банка, прокуратуры, полицейскими, вплоть до того, что предлагают своим жертвам поймать таких же, как они, интернет-мошенников. Итог один – чужой счет, перевод опять обманули. Одной из последних крупных сумм в июле месяце обратилась жительница города Чебоксары, которая перевела мошенникам 7,5 миллионов рублей. На мессенджеры было прислано удостоверение сотрудника полиции, который в последующем оказал, что ничего общего с правоохранительными органами не имеет. То есть это, откровенно говоря, была фикция. Это как раз тот случай, когда люди не учатся на чужих ошибках. Предпочитают набивать свои собственные нули. Правоохранители не устают повторять одну простую истину. Кто бы вам не звонил и какие бы удостоверения не присылал на мессенджеры, не сообщайте им никакие личные данные и банковские реквизиты. Татьяна Трофимова, Бахтияр Вилеев, Республика. Кухня, которая способна продлить жизнь ветерану Великой Отечественной войны из Чебоксар Анне Савенко, 98 лет. Последние 30 лет жизни ремонта на ее кухне не было. Помочь ветерану взялся активист партии «Единая Россия» Размик Мамиканян. И вот в квартиры Анны Ивановны появилась новая кухня. Теперь вместе с квартирой изменилась и ее жизнь. Здравствуйте, здравствуйте, миленькая. Здравствуйте, очень вам рада. Гостям Анна Ивановна рада, как никогда. Несмотря на свой почтенный возраст, ей 98, любит готовить и угощать. Новая кухня, новые кулинарные шедевры. Я люблю готовить. Я люблю очень-очень готовить. И встречать гостей. Что-нибудь я вычитаю или что-нибудь услышу по телевизору, я обязательно должна проверить, как у меня получится. И получается всегда неплохо. Между прочим, всегда гости хвально хвалят. Анна Ивановна ведет здоровый образ жизни. Занимается скандинавской ходьбой, читает статьи о правильном питании и много ходит пешком. 8 тысяч шагов в день для нее не предел. К здоровью относится исключительно ответственно. Ответственность у нее вообще в крови. А как иначе? Починялась представителям ЦК партии Москвы. За моей спиной стоял человек и ждал, когда я приму ДПШ немецкую. Вот так меня особенно ценили. Теперь она ценит свою новую кухню. Очень симпатично, очень беленько все, так нежненько. Ой, ой, мои товарищи дорогие. Вместе с кухней начала преображаться и вся квартира. Ремонт в самом разгаре. Но самое главное, что изменилось, это отношение Анны Ивановны к жизни. Я захожу, я не верю своим глазам. Да неужели это моя кухня будет? Я говорю, ой, умирать я не буду больше, я буду жить дальше. Обновить кухню Анне Савенко взялся активист партии «Единая Россия» Размик Мамиканян после посещения ветерана 9 мая. За два месяца решение притворилось в жизнь. Очень здорово, что и «Единой России» получается это отношение к нашим старшим товарищам, к нашим живым примерам в нашей жизни, к нашим наставникам, выражать свое отношение не только законодательно, не только в написании законодательных инициатив, принятии законов, но и в том числе, помогая организовывать их жизнь где-то в быту, где-то упростить что-то, лишний раз присмотреть. Ольга Алексеева, Павел Ракитин, Сергей Емельянов, Республика. В Республике завершился прием документов на регистрацию списков кандидатов в парламент Чуваши по единому избирательному округу. В предвыборной гонке продолжают участвовать 608 кандидатов от политических партий и самовыдвиженцы. Из них по 22 одномандатным округам борьбу за кресло депутата продолжат 122 кандидата. По разным причинам выбыли из предвыборной гонки 20 человек. По единому избирательному округу в предвыборной гонке продолжают участвовать 486 кандидатов от 10 политических партий. Также сегодня заработал механизм «Мобильный избиратель». Теперь можно проголосовать по месту нахождения, а не имея 100 регистрации. Для этого нужно до 13 сентября подать заявление в электронном виде через портал Госуслуг, либо прийти в ближайший многофункциональный центр или территориальную избирательную комиссию. Кандидаты в депутаты Госдумы начали подавать документы на регистрации. По Канажскому одномандатному округу номер 37 изъявил желание баллотироваться представитель российской экологической партии «Зеленый» Александр Воробьев. С февраля 2020 по апрель 2021 года он исполнял обязанности министра природных ресурсов и экологии республики. Также сегодня документы на регистрацию сдали представители партии «Родина» Эдуард Романов и Сергей Павлов. Они идут по Канажскому одномандатному округу номер 37 и Чебоксарскому округу номер 38 соответственно. В ближайшие дни республиканская ЦИК проверит порядок выдвижения кандидатов и примет решение об их регистрации. На сегодня документы на регистрацию кандидатами в депутаты Госдумы представили 16 человек. На данный момент 5 зарегистрированных кандидатов. День прокуратуры Чувашии отметили в республике. В августе 2022 года первым прокурором автономной области стал Александр Лбов. Дата назначения стала хоть и неофициальным, но красным днем календаря. Созданная 99 лет назад, прокуратура Чувашской республики и сегодня верна своей высокой миссии отстаивать законные интересы граждан и государства. В ознаменование даты дружная семья Михайловых отправилась на Эллибрус. Екатерина Шеверова побывала в гостях у альпинистов и выяснилось, что восхождение в честь профессионального праздника работников республиканской прокуратуры не просто так. Правопорядок в стране и доверие граждан во многом зависят от профессионализма и ответственного отношения к своим обязанностям сотрудников прокуратуры. Работа требует стойкости в характере, острого ума и внимательности к деталям. Ярким примером является Максим Михайлов. Все эти качества он развивал в себе с детства. Отличник в школе, кандидат мастера спорта по самбо и мастер спорта по дзюдо. Сегодня силы знаний защищает закон. Одно из самых важных – это мотивация, потому что прокурорский работник не может не подняться, когда все правоохранительные органы поднялись. И плюс напутствие слова прокурора, когда он на официальном мероприятии вручает флаг, говорит, Максим, ты должен подняться, боевая задача стоит, надо исполнять. И это тоже немаловажный фактор, когда ты поднимаешься, понимаешь, что как ты приедешь домой, как ты посмотришь прокурору в глаза и скажешь, я не смог. Но он смог вместе со своей семьей. Было непросто. Михайлова семья спортивная, но за полгода перед походом их стандартные тренировки сменились. Стало больше кросса. Мы с Мариной изобрели свой способ подготовки. Мы в музыкальном театре, там где у нас эти красивые ступеньки к заливу, выбрали самый крутой спуск, брали треккинговые палки. И 45 минут поднимаешься вверх-вниз, вверх-вниз. После чего делаешь 15-минутный перерывчик. Еще 45 минут вверх-вниз, вверх-вниз. Дружную семью не пугали ни погодные условия, ни акклиматизация, ни тяжелое снаряжение. Одни горные ботинки с кошками, крюками для карабкания по льду, весят по 3,5 килограмма. Утяжелители на ноги и вперед. По 5-10 километров. Потому что оно восхождение у нас заняло с часу ночи до 11 утра. То есть представьте столько времени, ты просто шагаешь. Да, пусть медленно, но это очень тяжело, потому что горная болезнь, она накрывает всех без исключения. 5 642 метра, 10 дней в пути. Но цель поставлена донести флаг прокуратуры, выполнить обещание. Из последних сил и вот она вершина. А после привычного мышцам подъема спуск оказался не легче. Восхождение на Эльбру с флагом прокуратуры республики семья Михайловых посвятила предстоящему двойному юбилею столетию прокуратуры Чувашии и трехсотлетию прокуратуры России. И кто сказал, что заранее не поздравляют? Екатерина Шиверова, Сергей Емельянов, Республика. Сегодня в стране отмечают День ВДВ. Воздушно-десантным войскам России исполнился 91 год. В разных регионах крылатая пехота проводит показательные выступления и выставки военной техники. Центр торжеств, разумеется, Рязань, где учат родину защищать до последней капли крови. В Чубаксарах мероприятия, посвященные памятной дате, сосредоточились в Мемориальном парке Победа. Десантники почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к вечному огню у монумента славы. Также к памятникам воинам-интернационалистам. После торжественной церемонии прозвучала инициатива установить в республиканской столице памятник дяде Васи. Так в воздушных десантных войсках называют героя Советского Союза Василия Маргелова. Его имя носит Рязанское училище ВДВ. И уже сейчас обсуждают вопрос, где именно будет установлен памятник. Рассматриваются два варианта – территория кадетской школы и мемориальный комплекс Победа. Это история нашей страны, это история доблести ребят, которые отдали свои жизни. И тот характер, который, наверное, есть у ВДВшников или у десантников – это все сформировалось с того далекого 79-го года. То есть была война, Великая Отечественная война, да, и была война в Афганистане, которая сформировала поколение. Нам очень важно помнить историю нашей страны, рассказывать ее нашим детям и гордиться своими отцами, так же, как мы гордимся своими дедушками, да, теми всеми, кто защищал нашу страну и через это формировать и чувство любви к своей родине. 173 спортсмена из Чувашии получат персональную стипендию от главы региона. Среди стипендиатов – Кристина и Ксения Яковлева из Урмарского района. Сестры занимаются легкой атлетикой и уже вошли в состав сборной России. Это, кстати, одно из главных условий получения стипендии. Рифат Фаткулин встретился со спортсменками. На полках и шкафах нет свободного места. Повсюду сверкают медали и кубки, словно в зале славы. Все это спортивное золото и серебро принадлежит Кристине и Ксении. Тренировки в паре позволили добиться успеха. Они вошли в состав юниорской сборной России и неоднократно привозили золотые медали самых представительных турниров. Заниматься спортом девушек вдохновила прославленная легкоатлетка Чувашии, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова. Ну, я люблю легкоатлетику с детства. Попала на секцию так, что папа однажды привез книжку, и там были все легкоатлеты Чувашии. И там была статья про Таню Архипову. Я зачиталась, мне так понравилось, все ее успехи, достижения. А дальше просто был отбор на соревнования на районные. Мы не попали. Ну, тренер нас заметил как-то, и вот мы поехали на следующий год. Да, на следующий год так вот. Полтора километра за 4 минуты 27 секунд. У них даже личный рекорд одинаковый. Мечта тоже одна на двоих – выйти на мировой уровень. А пока, не теряя ни минуты, девушки в тандеме оттачивают свои навыки. Вдвоем не только весело, но и очень продуктивно делятся стипендиатки. Мы всегда вместе ездим на соревнования, поддержка колоссальная у друга друга. Мы даже больше переживаем друг за друга, чем за сами к себе. Нет, не то, что вот мы рядом, это как-то помогает нам друг другу. То, что мы видим друг друга, то, что родной человек рядом. При общении с ними как будто находишь портал, фильм «Двое. Я и моя тень». Их путают судьи и соперники, но только не тренер. Правда, привыкнуть, как признается сам наставник, было нелегко. Ну, первое время я, на самом деле, их на лицо не различал. Они для меня были одинаковые. Ну, через месяца 3-4 я их начал различать. А сейчас я их по бегу даже различаю, по характеру, по их способностям и так далее. Всего в Чувашии стипендию главы за спортивные успехи получат 173 спортсмена. И все они входят в состав сборной России. Поощрение от 7 до 25 тысяч рублей. Рифат Фадкулин, Регина Кубайкина, Георгий Кривошейн, Республика. 460 спортсменов из 45 регионов страны. В Чебоксарах прошел финал пятой спартакиада молодежи России по легкой атлетике. Все три соревновательных дня температура воздуха не опускалась ниже 27 градусов по Цельсию. Каждый из спортсменов вложил все свои силы в победу. Несмотря на жару. Спортсмены из Чувашии. Всего 20 человек участвовали во всех дисциплинах. На высшую ступень педестала поднялась только Виктория Максимова. У нее золото в забеге на 200 метров и серебро в 100 метровке. Лидирует Виктория Максимова. Поздравляем спортсменку Виктория Максимова. Интересная ситуация сложилась в прыжках в высоту. Участники с первого по 13 места показали один и тот же результат. Два метра ровно. Для определения победителей, тем не менее, перепрыжки не потребовалось. Лидеры определили по сумме сложения баллов. Пятая летняя спартакиада молодежи России по легкой атлетике прошла в Чувашии в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». По итогам соревнований были разыграны 40 комплектов наград. Сегодня в Олимпийском Токио прошел квалификационный этап прыжков в шестом, где наша землячка Анжелика Сидорова с первого раза преодолела высоту в 4 метра 55 сантиметров и прошла в финал. Пройдет он уже в четверг, 5 августа. Ждем и продолжаем болеть за наших. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте нам по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. Хорошего вам вечера. Берегите себя и своих близких. Я Татьяна Молокова с вами прощаюсь. До свидания.